Внимание! Все сказанное и показание в этом видео является прорисками сланеша, чтобы не подать своему влиянию, поставьте защитную лапку вверх! Вселенная Вархаммер 40 тысяч настолько огромна, что моих ручных лапок не хватит, чтобы рассказать вам о чем-то настолько серьезном. Зато я могу вам рассказать о том, что у нас со снежком получается лучше всего о фонарных горячих тяночек или косплее по этой брутальной теме. Только не все сразу. Эй, ты? Да ты? Тот, кто постоянно пишет, что не успел на стриму, но очень хотел попасть. Смотри, я сделал для себя в своей группе ВКонтакте специальную кнопочку, нажав на которую ты будешь получить уведомление о каждом моем стриме и ничего больше не пропустишь. А еще на бусте подпишись! Там биржи разбора без цензуры. Когда говорят про Вархаммер, все представляют себе огромных мужиков, закованных в космоброню. Боевых роботов и танки. Но в этой вселенной нашлось место большому количеству женских персонажей, с которыми художники с радостью творят неподребство. Можно было бы затронуть и кого-то каноничного, например, Елизавету Биквин или Эмберли Уэйл. Но сначала нужно хотя бы в общих чертах все разобрать. Рисуют всех подряд. Систер битвы, пауков варпа, слайнишисток, кригов и даже гоплинш и арчих. Будь здорова! Я не чихала. Я сказала арчих. Будь здорова! Кажется, в этот раз разнообразие слишком большое, что просто глаза разбегаются. Давайте узнаем мнение эксперта, которая думает, что я сейчас чихала. Снежок. Ой, мамочки, тут столько всякого разврата подарисовали. По моим расчетам, чаще всего няшат сестер битвы и всяких там слайнейшей, на втором месте Эльдарские Девы. Да, на третьем всякие механикусы. Чего они меня только не делают? Я перечислять, конечно, не буду, потому что там в космосе с ними делают все, что угодно. Там очень так ли есть? И мужики загломим болтерами. От себя порекомендую картиночки от Дарк Мину. Об остальном пусть рассказывает Снежа. Интересно, что промежуточной стадии у художников по Вархаммеру нет. Тут либо все прилично и канон, либо совсем уж разврат. Первых вы и так легко найдете в поиске. Это Монфейс, который рисует красивейшие аниме арты по сестрам битвы. А еще Кэп Диабл. Но больше всего мне понравились рисунки девушек-примархов от вот этого вот художника с нечитаемым ником. Но если вы решите перейти на темную сторону, за печеньками и ересью, тут стволом кроется огромный простор тематических художников, которые при этом обычно рисуют только по Вархаммеру. Вот смотрите. Марки Дэйсэй, безусловно, фаворит. Рисующие мини-комиксы и рисунки постели содержания, не уступающие Шедмену, только по Вархаммеру. Диджитал Эйдж Той. Любитель рисовать выразительные лица и здоровенные там штуки всякие. А еще у него классно на томе на рисунках, но показать вам этого мы со Снежком не можем. Но и для любителей менее анимешного стиля – SJT Lonely. Да, понимаю, что в роликах не попала даже одна десятая всего творчества по вселенной Вархаммер в 40 тысяч, но это, пожалуй, пока самая большая сложная тема, за которую мы со Снежком брались. Поэтому пока решили ограничиться лишь разбором нескольких художников и рекомендациями для вас. Если вам будет интересно и вы хорошо поддержите этот ролик, то я постараюсь копнуть глубже и рассказать уже, например, о тематическом косплее или каких-нибудь отдельных подкатегориях фан-артов и художников. Пока же на этом все.